ребята всем привет у нас доброе утро хотя уже на часах пол второго часа дня вот в общем проспали это как я и говорил до обеда это следующий день мы на бали и в прошлом видео мы показывали нашу гостиницу гостиница шикарная номер обалденный ванна здесь выход выспалась и мы настолько были вчера занято что даже не сделали ни фотографии в instagram не вне обзвонили ни родственников никому участвую в общем первые звоночки сделали сказали что мы разместились все нормально и как в город выйдем обязательно очень по фото им не забываем подписываться на инстаграм на катина мой вот и просыпаемся смотрим уже девчонки уже проснулись что-то там шурудятся что-то делают они бегали на улицу здесь у нас есть собственная терраса бегали там что-то уже все смотрели да пойдемте я вам покажу давай второй раз пытаемся выйти на террасу показать вам какие у нас виды и вот зимний период это сезон дождей на бали вот этому подтверждение среди как дождь и вчера нас дождь тоже встретил пока я вам писал видео смотрите дождь уже прекратился буквально вот только камеру выключил зрите все уже дождя нету мы уже не не можем выйти на эту террасу у нас постоянно что-то мешает в общем здесь такая дорожка идем идем здесь сразу же вид вот именно вот это зелени в окошко сразу такой такие вот дверки вот так вот обязательно надо открывать заходить и вот здесь не нравится лежачок вот такой вот он накрыт сейчас потому что дождь идет можно снять полежать здесь здесь крыша но это не бассейн это фонтан до ноги купать здесь нельзя да здесь по фотографиям мы поняли что здесь проходят мероприятие свадьбы проходят вот в общем нашли бассейн бассейн находится на втором этаже здесь у них такой мини барчик я так понимаю можно подплыть что-нибудь заказать себе о я вижу океан смотрите девчонки здорово да смотрите водичка полотенце есть о как здесь холодно я мечтал такую штуку себе домой поставить посадить сколько на место занимает так 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 что то есть в общем посмотрим вид вид с этим от на террасу а это на другую террасу слушайте да это на третьем этаже который терраса на втором которая получается на втором мы на первом получается дальше там номера уже пошли вот такой вот спортзал ну все девчонки теперь будет здесь спортом заниматься свадьбу здесь хотели бы свою отметить как здорово здесь смотрите гостиница и мы сразу выходим попадаем в торговый центр липо мол называется данное место пойдем покушаем а я вижу еду скалатор ведет прям наверх еди поднялись на второй этаж здесь такой food court имеется мы себе набрали в каждом отделе еду нам почему-то здесь понравилось здесь девчонки там что-то там лапшу какую-то взяли кать там суп взяла очень похоже на таиланд такое же расположение то есть супермаркете находится food court по поводу меню хочу вам показать примера как все здесь выглядит вот так выглядит меню на были ну допустим смотрите вот такой вот стоит за 65 тысяч местных денег это получается около 30 я не может взять вот такой стоит картошку зелень я думаю что неплохо вот такой супчик взяли заказ наш подоспел здесь есть такие огурчик помидорка яичко и лапшичка с мягком сушите заметила что одноразовая посуда до присутствует вилка ложка и тарелка смотрите здесь из соломы сделано и просто поселили такую лащеную бумагу томатный суп да ну вот такой с лимонграссиком на как на сколько стоит 1 лапша мне нравится такими на это более такой 42 тысячи или менее ну давай пробую смотрите заказал шашлыки они выглядели на картинке ну да они выглядели большими оттуда не прям совсем ужарились такой соус дали это мне кажется вот так делать надо вот так раз ну вообще мясо не но это не точно сладкие мне не понравится что они еще заказали том ямчик у нас видим ассоциация идет с таиландом поэтому мы себе по на заказали себе том ям этом лапши там сразу же кислый вкус и прямо умеренная старта то меня всегда вкусно как у вас думала что тоже умеренно мощный бульон горячий но вкусно внутри что мяско путь к детке голова поехала он еще идет там шевелится здесь не шевелится у нас остановился голода кружилась в общем мы покушали я чуть не пойму мне почему-то не очень понравилось мы то ли заказали что-то не то то ли то ли что в общем на шоу был был наверное неправильно отметить что прям прям понравилось я бы сказал бы обычный то есть похоже как на там ян только с лапшой быстрого приготовления я хочу сказать что мой суп по крайней мере был похож на суп из обычной упаковки то есть бич пакет вот открыли кипятком залили второй раз туда пойти наверно мы наверно не пойдем к вам понравилось еда которым мы кушали кстати вот лапша у него была вкусная очень да я вспомнил лапша было он не вкусно я пойду туда-то буду брать лапшу лапшу да а и в этом же месте мы спустились вниз здесь среди какой шикарный фудкорт при супермаркете наверно следующий раз мы туда сходим потому что здесь знаете чем преимущество то что здесь прям сразу же готовится и это все одна контора и это хорошо там такое ощущение что было все достали разогрели подогрели не было эффекта что подогрета было а что мы тут видим дурианчик мы видим здесь очень вкусно пахнет да мы же у ни разу не пробовали надо попробовать его потому что говорят что он самый такой вонючий и не вкусно устроим устроим что надо купить на рынке лучше дуриан и мы решили ребята мороженое взять и у нас прям глаза разбегаются посмотрите какой выбор мороженого да красиво разложено вот мое любимое мороженое magnum разбегаются да они как вчера увидела в магазине радужное мороженое мороженое как единорожка а сейчас его не может найти она расстроена она хочет ты возьми пойдем эти вкусно я дам мороженое пойдем пошли сюда смотри вот не прогадаешь вот мороженое вкусное вот белое вот темная да там будет темный шоколад а это молочный шоколад бери это тот момент когда наешь мороженое красивое но не вкусно что происходит слова это что косметические процедуры в торговом центре нас поймал этот мужчина и они тут продают как это назвать я думаю что это маска нет его именно смывать надо понимаешь что не сделать чтобы продать надо покупать по-любому тряпка университ все да все в интернете в чем не знаем разницу видишь ты видишь разницу скажи честно нет не вижу я чувствую просто приятно как будто кремом помазали куплю одну коробочку маленькую набрали какой-то фигни какой-то фигни он просто понимаете сунул еще одну коробочку давай играть еще одну сотню говорит и что вы думаете она взяла накупила этих кремов пачку будем мазаться вообще просто вечный целую такую штуку он меня мазал я опять дождь зарядил похоже мы из гостиницы вообще не выйдем но хорошо хоть здесь торгового центра есть по поводу сотовой связи в общем пришли ребята сейчас купить симки нам нужно две сим-карты вычитал в интернете что хорошее покрытие именно по болей вот этой компании вот сейчас возьмем 200 карты здесь безлимитного интернета к сожалению нету поэтому приходится вот так смотрите 6 гигабайт 120 тысяч 9 гигабайт 170 и так далее в общем выбрали 13 полы на гигабайт за 200 тысяч местных денег на один паспорт сейчас зарегистрировали сим-карты ну что показать вам немного лаксивого боли что дождик вообще не решил сегодня прекратиться ни в коем случае идет и идет просто смотрите нас не выпускает из дома вообщем мы вернулись в номер девочки осматривают в новую книгу там что-то пишут да мне нам задали 27 книг прочитать по английскому да а по линии по линии 27 я чуть поменьше вот мы взяли одну книжку на английском она такая знаете интерактивная 2 даже да покажи что взяли вам такая книга принцессами закрашка до задания здесь вот такие небольшие рассказики буквально вот сколько три странички 4 странички мы сейчас ребята переоделись идем а следуем наш бассейн погнали смотрите самолет полетел вот аэропорт близко сильно с гостиницы и нас не пустили бассейн блин я хочу уже на океану посмотрите как он манит смотрите он большой гранично почему бы не покупаться до все либо деды там водички вы поквасили ветерми ветер маленько он это ты знаешь так прохладно будет если это тело бы холодно так в общем ребята какие у нас новости сейчас идем снимать машину батыр нам дал телефон он уже здесь уже раза два был на боли и дал в общем телефончик проверенный проверенный контакт да в общем мы сейчас не может договорились по ватсапу и он привез машину прям к нам сюда в отель в общем сейчас все поснимаем весь процесс скажем сколько что стоит вам покажем машину ребята посмотрите какой дождь льет в общем попросили чтобы он заехал сюда на машине под крышу сейчас в общем посмотрим но и на самом деле принимать машину под дождем не вариант она сейчас в общем вся в воде проверить какие-то костки принципе нереально вот да помогает это помогает нам работники это грязь взяли беленькую потому что беленькая на солнце это лучший вариант не так будет жарить шкварить среди какой кенгурятник здесь стоит пластмассовой на это для красоты больше для всего грязь да машина 2018 года новая я хочу сказать что она не маленькая на самом деле здесь вот маленько оторвано чуть-чуть я думаю что все недочетники нужно будет пофотографировать но и все собственно вот такая машина багажник туда будем вещички свои платформа на тут можно еще и слышу друзей каких-нибудь возить да вот вариант нормально 7 мест к нам получается вот так нормально в целом принципе смотрится неплохо здесь конечно место вообще мало это думаю это все дело сворачивается будет багажничек полноценный так садимся в машину по размеру я себе сразу же отодвинул кресло в принципе да нет комфортно можем даже маленько подойдем поближе ну здесь естественно все максимально просто есть музыка будем музыку качать болеет механика и конечно механика не хотел в общем на самом деле машина понравилась но что-то я подумал на механике не очень хочется все-таки попросили чтобы он привез такую же короче на автомате будет чуть-чуть дороже он горит 4 миллиона 300 мы говорим 4 миллиона 200 в общем на 200 тысяч дороже блин ребята как сложно вот эти вот нули понимаете вот эти нули сложно просто 4 миллиона местных денег 4200 вот так проще договорить 4200 сейчас пойдем ужинать чтобы время как-то скрасить через полтора часа он придет машину и хотелось бы кстати спросить у семьи тебе нравится гостиница девчонки девчоночки очень вам понравилась гостиница но мы еще кстати не все видели поэтому ребята сложно еще пока оценивать полную оценку давать кому-то этому заведению потому что мы еще не были в бассейне не были есть не были на завтраке хватит с этим очень нормальный первый заказ наш подоспел катя выбрала салат как он называется цезарь катя выбрала девочка взяли макароны карбонара очень вкусненькая попробовал нравится ваш выбор мне нравится здесь готовится смотрите все шкворчит и жарится он мой стек готовится запах ребята у нас тут имеется картошечка смотри папа тисадрия нельзя заедут соленья варенье царе чеснок обжаренным на гриле до берем ножичек естественно хочется что первым делом попробовать вот этот кусочек аппетитной свининочки вот папа горячая зараза можно попробовать очень вкусно овощи свежежаренные до этого там марк маринованные чтобы запеченные на гриле свинина круче участок вкусно ужин прям вкусный салат мне понравился и макароны и это выглядит так вкусно не знаю еще не пробовала проводить до обязательно я попробую прям смотрите какой маленький кусочек я бы нужно себе много сделал я еле проживал вот так вот так очень вкусно ужин удался заметил сколько для китайцев делается но не вон си пацай ну да и меню кстати по китайски ну что вам понравилось это заведение вообще вкусно было салат было вкусно макароны были вкусные вообщем все готовится ничего не разогревается стейк был очень вкусный короче мне очень понравилось отдали мы за все триста шестьдесят две тысячи местных денег а вот и наш автомобиль второй второй смотрим где какие коцки есть и он отмечает нам на своем листике 4 200 да но все машина нас устроила есть кое-какие мелочи по кузову салон не очень чистый но мы это все отметили сфотографировали риски вы хорошо да уху по арендовали машину буквально отъехали недалеко от нашей гостиницы не знаю едем куда глаза глядят может быть что-нибудь интересненькое увидим остановимся мы приехали в торговый центр взяли парковочный какой-то талончик заехали на парковку но я вот поездил немного прям я хочу сказать что прям так необычно во первых движение конечно же левосторонние праворульные машины здесь все дороги очень узкие на боли движение и еще мотоциклисты напрягают потому что их много и они пытаются обогнать девчонки наши вон уселись самый-самый конец автомобиля машины кстати больше стегнулись там сидят тихо спокойно да девочки можно было бы кстати спокойно и елену единицы в до семью спокойно пополам взять можем было бы сколько хранить как дура это безумно здесь 200000 взяли что там карандаши взяли что там взяли расскажу 200 тысяч ребят ну не серьезно 1 найдет нашу машину давайте где угадали молодцы очень ребята время много уже в день на самом деле прошел мы естественно до обеда пролежали и как бы день-то собственно и закончился из-за этого но да коротенький день был но принципе вы знаете я так что-то подумал в принципе все что мы запланировали мы сделали сотовая связь есть машина есть завтра будем искать жилье сейчас мы едем в номер отдыхать спать спать и так далее чем пробыли где-то минут тридцать в супермаркете и стать и 4000 обошлась парковка ребята доброе утро мы пошли на завтрак покажем вам какой завтрак если конечно мы еще не проспали его ребят смотрите здесь жарят омлет ты заказала два омлета в общем нам готовят здесь омлет можно выбрать начинку и здесь паста школа до паста я вижу сразу же лучше кладная паста шоколадная паста шоколадный медовый соус вот это мне понравилось здесь короче каша с бананами бананы кокосовое молоко аппетитного глида давай дайте классно может взять девчонка здесь во всем добавки всякие различные здесь рис лапша жареная курица и тушеные овощи дальше устава девчонок от безлимета глаза разбегаются да они набрали столько еды это картошка кажется середа как драники рыба сладком сосиски сейчас кстати попробуем как здесь наболида сосиски взяли куриные и свиные омлетик и посоли вот она мне понравилась свинина типа как порк бекону пор бекон вот яйцо и это курочка она и она очень вкусно пахнет я знаю что я хочу в общем смотрите наш выбор у девчонок омлет сыр сыр ты сама взяла да смотрите сыр здесь и там целый отделчик с сырами у Вероники что-то похожее такое а у Кати у нас салатик молодец и пол омлетика я у Вероники и пол омлетика молодец кстати попробовал сосиски сосиски невкусные я себе тоже что-то навалил вот этой курочки думал мне показалось она вкусная она холодная и не очень вкусная и вот тут смотрите яйцо в кляре какое-то я не знаю что это такое девчонки смотрите яйцо я как раз такое вижу ладно я пробую странное яйцо на удивление вкусно даже маленько остро острый кетчуп девчонки все набирают и набирает всякая вкуснотищина в ребят посреди какой вид сидим завтраками смотрим вот на такой видок обалденно океан и большие волны сильно очень так на эти дует ветер и такое ощущение что дождь не хочет прекращаться никакую вот там такая бабушка мимимишная мимимишная бабушка какая покажи ванна которая разговаривает с хвостиками надо с ней срочно сфотографироваться да пойдемте спросим слушайте ребята безлимитные завтраки это это опасно дети вышли вот с такими животами thank you было очень вкусно и знаете надо брать то что приготовлено да наверное то что разогревается она на самом деле не у него не вкусно вот омлет был очень шикарный он прям свежий был девочки наши все бассейн хотят такой ветрище вы знаете дует нам нужно сейчас сесть сесть по плану мероприятия сесть нужно поискать жилье а девочкам надо поделать а девочкам домашнюю работу нужно поделать нам жить не где-то купаться хочется то вот прям сильно купаться хочется вот такое колесенькое блин ну ребят но я не могу на этот вид конечно шикарные тут прям просится на эти взлети да полетая но ветрище такой дует капец девчонки смотрите занимаются пишут в общем взяли вот собой такие карточки здесь про животных все написано что они что они как они что кушают как где спят и так далее и смотрите вот вероничка пишет нравится он выводит букву смотрите вот сколько мы написали смотрите ёж заяц про кого пишешь я уже написала почти целый ряд вот здесь рысь просто закрыты не вот девчонки как водичка вступайте нам нужно ехать жилье искать на жилья еще нету и немного надо за обзорить крышу здесь получается можно коктейльчики заказать но они постоянно сворачиваются постоянно что-то закрывает потому что дождь идет можно полежать покупаться вылезти полежать позагорать я так понимаю но знаете такая погода на самом деле не загорательная дождь идет через каждый 10 минут здесь у нас что здесь у нас здесь вот для детей у нас сразу же дети решили перейти во взрослый бассейн где смотрите вообще лягушатник там совсем и здесь смотрите можно поваляться вот эти шторки так на ветру развивается здорово и я не знаю по этим лужайкам можно не ходить я думаю можно трава настоящая а вот бассейн для для девочек для маленьких да что что мы такие недовольные почему уже выросла что ли мы ребята направились на поиски жилья нашей семье было решено снять дом виллу они знают что что найдем на девочки перебрались на заднее сидение смотрят мультики специально загрузили им на планшет мультики чтобы нам было более комфортно ехать туда выбрали мы район убуд либо чангу да чанги дали как правильно в общем поехали посмотрим поищем и обязательно все процессы поснимаем вот примерно как мы будем искать жилье мы сейчас направились в этот район и расчет первый район убуд посетим там мы говорят можно снять жилье почитали начитались информации в интернете очень большой выбор жилья и недорого просто подъедем будем искать либо агентов либо будем смотреть вывески аренда и уже будем подъезжать и смотреть поехали уже такая так такие красоты мы едем и умиляемся очень этим узким улочкам эти сувенирные лавочки и вот таким всяким штукам в общем самом деле очень красиво смотрится по поводу вождения на боли вы знаете в езжу как бы второй день направо здесь направо и знаете мотоциклиста все-таки напрягает здесь очень много местные наглею просто сидеть это осторожно потому что они тебя подожмут а виноват будешь ты вот так ну надо слушаться и в эти моменты когда идет дождь я так радуюсь что мы все таки едем на машине посмотрите просто раз и пошел дождик слушайте я прям утрат то что мы все таки арендовали машину и это еще сезон дождей более комфортно и все таки передвижение эта машина на дороге прям упало дерево но почему у нас туда не пускают а он машины не пускает что происходит короче упало дерево у нас почему-то суда не пустил я вообще не знаю как же съехать разворачиваемся опять туда нет наконец-то мы выбрались из пробки и прям смотрите прям едем едем наверное из-за этого дерева около часа примерно потеряли простояли в пробке сейчас выехали едем едем мотоциклисты конечно напрягает вообще сильно они прям как пешки так вот тут тут перед машинами выскакивает маленькая не чувствует что машина и мотоцикл это разные две весовые категории сколько же мы ехали а манара часа два или три на реехали представляете ребята доехали до района убут и пока мы ехали нам порекомендовали одну кафешку вот так как мы не обедать пойдем пообеды вот а потом будем уже искать какой-нибудь жилье еще нам кстати порекомендовали в фейсбуке там есть группы посмотреть в группах жилье но группу не русскоговорящие а именно индонезийцы выкладывает жилье там все по-английски происходит поэтому переписка себя на английском сейчас будем там как раз смотреть ребят смотрите какое красивое кафе все под бамбук сделано и кстати мы сразу не поняли можем было в общем расположиться вот на таком столике так вот разуться и сесть в общем все лет за более привычный вариант за столб и блюда кстати очень сильно красивенькие тарелочки на гречке с сыром на уники что там уники жареная курочка с красным рисом и с белым рисом это не похоже на гречку в общем посуда вся деревянная а у тебя что катя авокадо это нам принесли рыбу я надеюсь это до верху не кинза кинза это наверно кинза что можно не есть окей вот это рис вот это что такое это что гречка бурый рис как как будто бы похоже на гречку вкусно если заказал карри смотрите это мне интересно очень вкусно попробую аллокадо теплый теплый салат смотрите как надо кушать посреди какой слой хлеба кстати хлеб вкусно я попробовал уже я вам покажу сейчас надо как кушать тосты так берете помоги маленько вот так вкусно хлебно оформление блюд вообще да на высоте очень красиво все на кушайте кушать на вид как что за бурга странно а вкус по вкусу да замороженный банан вставляешь с орешками понравился кайна кори такую прям сейчас закажем себе такой же десерт я так смотрю на эти довольные лица да вкусно давай прям банан взбитый в такую это давай давай же мы ананасовый попробуем ананас ягодой у нас ягоды такой кисленький маленький сорванец лезет сюда еще обед нам обошелся четыреста тридцать восемь местных денег было очень вкусно и мы продолжаем искать жильем короче ничего еще не нашли в общем сейчас сядем на машину поедем просто куда глаза глядят может это попадется с табличкой аренда ребят смотрите какие узкие дороги на боли и смотрите вы обхожу в поворот если сейчас встречная машина пойдет то приходится разъезжаться знаете так проблематично ребята в общем приехали в номер ничего у нас сегодня не получилось найти в общем было решено сесть за компьютер и поискать на airbnb наверное или еще где-нибудь в общем посмотрим там нам еще ребята посоветовали кое-какие варианты здесь они живут с нами списали сказали что вот смотрят так далее и сказали что пару вариантов они присмотрят что нам дата напишетесь там свободно а девочки у нас посмотрите вы просили шарики лоб новой серии в общем они продаются здесь чуть ли не в каждом магазине детском 1 стоит 249 местных денег довольны очень потому что это новая серия мы ни разу я не открывали сейчас первый раз еще посмотрите на этих загорелых девчат они буквально сколько полчасика в бассейне поплавали и щечки загорели мы с разных коробок брали там перекладывали всячески всячески да перекладывали и вообще у нас одинаковые но будут близняшки вместе играть я вообще не расстраиваюсь я веселая это самое главное а